Первый вопрос касательно дела Гульнара Каримова. На какой стадии? Когда будет суд? Где? Второй вопрос. Президент в своем сообщении 7 декабря сообщил, что 1177 должностных лиц были привлечены к ответственности. То есть их задержали в подозрении взяточности. Хотелось бы уточнить, сколько из них были осуждены? Какая часть? Мы просто слышали новости только о задержании, а о дальнейшей судьбе неизвестно. Никакой информации. Гульнара Каримова. Узбекистан, республика, сходу, деда, конду, бельгий, лангент, артип, деда, 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 деда. Вопрос противодействия коррупции в республике Узбекистан возведен в ранг государственной политики. Одним из самых главных законов, которые были приняты за последнее время, является закон о противодействии коррупции. В соответствии с этим, действительно, в течение последнего времени участились случаи привлечения к уголовной ответственности за совершение противоправных действий, имеющих элементы коррупции. Огромное количество должностных лиц привлечены к уголовной ответственности, назначено наказание судами. В каждом случае вопрос ответственности должностного лица рассматривается судом индивидуально. В отношении каждого лица наказание назначается с учетом того, какую общественную опасность имеет данное преступление, при каких обстоятельствах оно совершено, личность этого человека, что собой представляет. Все эти элементы должны быть учтены при постановке приговора. Этот процесс останавливаться не будет, оно набирает обороты. Наша задача заключается в том, чтобы в нашей республике создать действительно нетерпимую обстановку для того, чтобы коррупции не было. Мы не хотим, чтобы рядом, в соседнем дворе, конкретного должностного лица проскальзывали элементы коррупции. Кто-то что-то вымогал или же создавал какие-то вымышленные препятствия для осуществления реально положенного действия. Все правоохранительные органы нацелены на то, чтобы антикоррупционные мероприятия действительно давали свои положительные результаты. Субтитры создавал DimaTorzok